Даёшь спектакль за пять дней в Прокопьевском драмтеатре прошла лаборатория молодых режиссёров Сибири. Каково это сделать эскиз театральной постановки на раз-два-три узнавала наша съёмочная группа. Быть на высоте в прямом и переносном смысле непросто. Прокопьевскому драматическому театру это удаётся. Мало того, что само здание архитектурно вознесено ввысь, но и творческий коллектив всегда находится в полёте. Режиссёрская лаборатория тому подтверждение. Мы первый раз участвуем в лаборатории и на данный момент я не могу сказать вообще нужно ли это явление в современном театре или не нужно. Потому что я ещё в некотором таком раздумье в переоценке, в оценке. Подобные мысли приходили в голову всем артистам из Новокузнецка, новичкам этого проекта. Все остальные уже бывалые экспериментаторы, как и режиссёры, каждому из которых выделили свой персональный театр. Анне Горушкиной, например, достались кемеровчане. Выбор она делала по интернету, по фотографиям на сайте. Мои впечатления такие, что я работаю не с актёрами Кузбасса, я работаю с очень какими-то невероятными, с уровня столичных, даже не просто каких-то столичных, а самых лучших столичных театров. Просто удивительные. Если бы не они, наверное, это было бы гораздо сложнее, потому что пьеса очень сложная, очень непростая. И раз, и два, и три. Расчёт по порядку. Впервые вместе под одной крышей собрались три разных театра. И название лаборатории соответствующее. Эксперимент 123. В следующий раз задумали вообще перемешать трупы. Такие идеи приходят в голову Марату Гацалову, бывшему главному режиссёру прокопьевских артистов. Нынешнему руководителю русского театра в Таллине. Но свести вместе три коллектива не значит столкнуть их лбами в творческом конкурсе. В театре вообще соревнования – это какая-то странная вещь. Эта лаборатория, прежде всего, мне просто хотелось, чтобы соединить, создать атмосферу такого театрального фестиваля, театральной большой лаборатории, где участвуют разные труппы. И вообще в небольших городах театры часто замыкаются, они отрезаны от этого взаимодействия. Оно необходимо просто для определенного художественного климата в театре. Год от года правила игры в лабораториях меняются. Остаются неизменными только три банки для голосования и бюллетени, которые в эти стеклянные вести правосудия опускаются после каждого показа. Если зрители голосуют «За», то эскиз превращается в полноценный спектакль в репертуаре театров. По предварительным данным, все наброски пришлись по вкусу, а значит, на афишах появятся не один, не два, а три новые постановки. Ксения Еременко, Людмила Казаченко, Александр Архипенко. Новости моего города. Через год после начала вещания телеканала «Мой город» в Кемерове в эфире появилось сразу несколько новых программ и множество новых лиц. К молодому телевидению присоединилась южная столица Кузбасса. На днях в Новокузнецке «Мой город» отпраздновал свой первый день рождения. О празднике по ту сторону экрана Денис Новохадский. Один год – полет нормальный. Именно под таким девизом прошло празднование первого дня рождения телеканала «Мой город» в Новокузнецке. Шумно и весело. Годовщину отмечали вместе с еще одним именинником – ТРК «Глобус». Совместный день рождения радовал каждого, кто зашел в торговый центр. Как просто хорошим настроением, так и веселыми конкурсами и подарками. Не обошлось и без ответного слова от постоянных зрителей. Мы смотрим целый год. Мы в этом году приняли пять раз участие в ваших мероприятиях. Это было три телевизионных проекта на 8 марта, на 23 февраля. И поздравь ветерана. И принимали участие в двух конкурсах. Это самая красивая улыбка города Новокузнецка. У нас Маруся принимала участие. И голосуй с друзьями. С днем рождения. Желаю всем удачи. Подарок от семьи Батажан – праздничная открытка и стихотворение собственного сочинения. Как быстро времечко идет, и вам сегодня ровно год. Так улыбайтесь в праздник свой. Все поздравляют вас с душой. И пусть пока одна свеча торт украшает ваш сейчас. Поверьте, сбудутся мечты. Что ж, повзрослеете и вы. Все остальные подарки вручали сами именинники. И, естественно, при поддержке друзей и партнеров. Скидки на путешествия от туристического агентства «Одиссей». Колбасные наборы от Кузбасского пищекомбината. А от генерального информационного партнера «Русского радио» возможность попасть на церемонию вручения премии «Золотой граммофон» в Москву. Так что и песни спели, и колбасы поели. Ты поешь по мне, как вольная птица. Я в Париже, ты надо мною поешь. И ничего плохого с нами не случится, Когда я в Париже, а ты рядом летишь. И пускай подарков от самих именинников было гораздо больше, но главным для телеканала «Мой город» стало то, что в этот праздник все были вместе. По одну сторону экрана. Денис Новохадский, Александр Архипенко, Константин Алёхин. Новости моего города. В Кемерове состоялся второй по счету чемпионат по гонкам на Толокарах. Попробовать себя в качестве пилотов могли все желающие. Единственное требование участник должен быть не старше 4 лет. Особенности уникального в своем роде гоночного гран-при оценил Аркадий Кемеев. У пилота перед гонкой множество дел. Познакомиться с трассой, обкатать болид, оценить силы соперника. Но даже не это залог победы. Место на пьедестале почета достается гонщику, умеющему работать со своей командой, как один слаженный механизм. Мама и дядя, и папочка. Если Арсений пилот гоночного болида, то мама его капитан. Не только на трассе, но и в жизни. Олеся с детства прививает сыну любовь к спорту. О гонке на Толокарах, по ее мнению, прекрасная реклама здорового образа жизни. Эта дисциплина вряд ли когда-нибудь войдет в олимпийскую семью, зато прекрасно отражает самое главное преимущество соревнований. В году, не знаю, соперничество, победителя. Вот в этом году ребенок стал старше, спокойнее реагирует. В прошлом году он настолько эмоционально реагировал. У нас прям столько эмоций было. Главное же это участие. У болида «Формула-1» под капотом спрятано больше 700 лошадиных сил. А мощность Толокара всего две детских ноги. Но радость от победы у маленьких чемпионов ничуть не меньше, чем у поливающих друг друга шампанским, шумнахера или баррикелла. Особенно, когда слышишь от папы вот такие слова. Очень рад, очень рад, что у меня сын такой растет. Вот чемпион, дай бог. Аркадий Кемеев, Дмитрий Шилов. Новости моего города. А сейчас к новостям спорта. Хоккеисты Кузбасса одержали первую победу в новом сезоне. Счастливым для команды Сергея Большакова стал лед архангельского стадиона «Труд». В матче второго тура чемпионата страны кемеровчане не оставили шансов местному воднику, забив ворота соперника семь голов. Хозяева льда смогли ответить лишь раз. Впервые в национальном чемпионате Кузбасс выиграл у архангельского клуба с разницей в шесть мячей. Свой следующий матч Кузбасс проведет в Новосибирске, где 19 ноября сыграет с Сипсельмашем. «Мирные и могучие» – так можно назвать участников открытого турнира по армрестлингу, который в эти выходные прошел в Кемерове. Пересилить друг друга в настольной борьбе на руках пытались спортсмены из Кузбасса, Томска и Новосибирска. Свои силы в армспорте попробовала и Татьяна Савельева. 45 могучих и сильных мужчин собрались вокруг тренировочного стола. Перед началом соревнования обстановка в зале царит спокойная и даже, можно сказать, дружеская. Не зря этот вид спорта называют мирным и никаких ударов и удушающих приемов. Видимо, поэтому опытные участники дают ценные советы даже своим соперникам. Правила армрестлинга просты. Во время поединка спортсменам нельзя отрывать локти. Другой рукой нужно держаться за штифт. Ну а для победы необходимо уложить руку соперника на подушку. Артем Меграбов об армрестлинге узнал из кино. Увидев, как экранные герои выясняют отношения на руках, понял, хочет быть таким же сильным и могучим, как они. Уже 14 лет он профессионально занимается этим видом спорта. Несмотря на огромный соревновательный опыт, Артем внимательно следит за техникой своих будущих соперников на этом турнире. Ведь в армрестлинге важен не только мощный бицепс. Сила, скорость, техника, тактика. Тактика и техника – это тоже разные понятия. Потому что техника – это как бы именно умение правильно исполнить движение нужно сделать. А тактика – это именно как понять, как данному конкретному сопернику какую лучше технику применить. Многие из тех, кто решил попробовать свои силы на открытом турнире в Кемерове – новички. Поэтому тягаться с опытными спортсменами им сложно. Но проигрыш не повод огорчаться. Тем более, что силу можно применить и за рамками состязаний. Железные руки – преимущество в жизни в любом случае. Что в хозяйстве, что на работе, что в каких-то повседневных делах. Поэтому сила рук всегда ценилась высоко во всем мире. Поэтому армрестлинг – это такое олицетворение могущести и силы рук. Пока для кемеровчан армрестлинг – вид спорта не совсем обычный. Но благодаря этому турниру можно быть спокойными. Богатыри на нашей земле еще не перевелись. Татьяна Савельева, Дмитрий Шилов. Новости моего города. На этом у меня все. Если вам есть что добавить, оставляйте свои комментарии на сайте телеканала. Там же теперь смотрите «Мой город» онлайн. Если у вас есть доступ к интернету, это возможно и за пределами Кузбасса. Не забывайте подписываться на новости ВКонтакте, Фейсбук и Твиттер, чтобы постоянно быть в курсе событий. Далее вас ждет полезная информация. До встречи на телеканале «Мой город». Белый медведь и африканский тигр отметили день рождения сети магазинов СДС Маркет вместе с кемеровчанами. Конечно, животные не настоящие, а вот хорошее качество продуктов – вполне реальность. Ведь об этом говорят сами жители областной столицы. Вера – кассир в СДС Маркет. Вот уже три года она обслуживает по несколько десятков покупателей в день. И главное для нее, чтобы из магазина ушли не только с покупками, но и с хорошим настроением. Праздновали не абы где и как, а в самой настоящей мекке сети магазинов. Здание на «Шахтеров-115» – самый первый СДС Маркет в городе. Это уже сейчас. В Кемерове их насчитывается ни много ни мало семь магазинов. Мы компания еще молодая, для нас каждый год это праздник. Вот решили провести праздник для жителей данного района с семьями, чтобы поиграть. Сам пришел с дочкой. Ну, посмотрим, повеселимся. Сеть магазинов СДС Маркет по-своему особенно. На прилавках можно найти самые разные продукты и товары первой необходимости. Причем почти все свое родное от кузбасских производителей. Только поэтому кемеровчанка Ольга Иванова и ходит в СДС Маркет. К тому же близко и цена доступная. Качество обслуживания на высшем уровне. Продукция всегда свежая, не так дорого. Мне очень нравится. Для взрослых лотерея – праздничная программа с клоунами, львом и медведем, детям. Сказочные персонажи, которых пригласили на день рождения, пришлись им по душе. Да-да-да-да, курочка по зернышку, куда-да-да. Кирилл Борискин, Дмитрий Шилов. Новости моего города. Партнер программы «Новости» – группа компаний «ККМ-Сервис». Телефон для справок 8 800 755 60 60. Продолжение следует... ...